Здарова, меня зовут Дигл. Огромная благодарочка Булату Завгарову и Льву за поддержку на Патреоне. Манхва. Что ж, будем говорить прямо, это явно не то, ради чего ты подписался на этот канал, да и не то, ради чего я его создавал. Раньше я никогда не придавал значения этому отростку веб-культуры из Кореи, но времена меняются. И те два месяца, пока я не делал контент, который ты хочешь от меня, я потратил на изучение Манхвы, Манги и Маньхуи. Правда, сегодня мы поговорим только о первом. Не скажу, что я стал каким-то великолепным обзорщиком и супер хорошо разбираюсь во всем, что связано с Манхвой, господи Иисуси, нет. Более того, я читал исключительно только то, что мне показалось интересным по сеттингу, потому что я анимечник. Что значит смотреть то, что мне неинтересно, что больной что ли? Ну и таким вот образом для себя я открыл, можно сказать, новый жанр, который в аниме пока не покрыется. Но я думаю всему свое время. Это по сути Исикай, только персонаж вместо попадания в чужой мир попадает в свой же собственный, но в другом времени и типа знает будущее. Как-то сложновато объяснить выходит. Однако начал я свой поход совсем другого, с того, чего, наверное, ты уже знаешь очень давно. О да, это соло-левелинг. Вероятно, на данный момент самая популярная Манхва, по крайней мере, о ней даже наша аниме-комьюнити довольно-таки наслышанная и советовать ее не устают никогда. Ну и, конечно, давай сразу же поставим все точки на «ды», да, соло-левелинг стоит почитать. По крайней мере, если твой вкус в аниме или как-то в произведениях схож с моим. Ну а я очень тащусь от One Punch Man'а и ты, наверное, тоже, если на меня подписан. Да и также для тех, кому понравился соло-левелинг, в дальнейшем в этом видео я посоветую другую Манхву, которую нашел, которая похожа либо по стилю, либо по сеттингу, либо просто как-то по духу напоминает мне соло-левелинг и мне зашла. Люблю я отходить от темы так далеко, как потом уже не найти обратно. Так про что это поднятие уровня в одиночку? Это Арифурета, если бы оно не было говном. У нас есть слабенький такой что-то вроде Аяшика, у которого есть свои проблемы, всякая срань, и потом он внезапно становится сильным супер имбой. Ну и весь кайф этого становления сильный супер имбой в том, какие способности он получает, как он их использует, как это все влияет на мир и какой он пафосный ходит, всем такой показывает куки, кого хочет убивает, что хочет творит. В общем, мечта любого школьника. Плюсом к этому великолепная рисовка, отличный калоринг, и в отличие от манги здесь есть цвет, очень годный темп повествования, и как бы, ну а какие тебе еще нужны причины для того, чтобы это почитать? Ну, ну, погоди, Диггл, что значит читать? Я смотрю аниме, я не умею читать, ты о чем? Тихо, тихо, успокойся. В отличие от манги, которая создавалась для печатного формата и которую лучше читать в книжном варианте, манхва изначально была создана для того, чтобы читать ее на компе, телефоне, планшете или что-то в этом роде. В отличие от манги, ее действительно удобно читать на мониторе. Плюс, я, конечно, понимаю, что эта проблема касается не каждого, но бывало ли у тебя такое, знаешь, что аниме невероятно нахрен медленное, и тебе хотелось бы, чтобы вот, ну вот, быстрее что-то происходило? Или какие-то второстепенные бесполезные персонажи поднимают какой-то бесполезный третестепенный диалог о какой-то бесполезной фигне, и ты такой, господи, тут сколько можно, давайте дальше? Но ты не можешь просто так проскипать, потому что ты можешь что-нибудь важное пропустить, так вот, с манхвой таких проблем не бывает, потому что ты сам полностью контролируешь темп. Ты можешь листать быстрее, можешь листать медленнее, можешь пропускать то, что тебе не нравится, и только смотреть на картинки, не читая текст. Манхва — это просто идеальный веб-формат для истории. Кому нужны эти книги, кому нужны эти комиксы, манга? Вот оно, детка, вот это вот тебе нужно читать, хотя пока читать тут не то, чтобы слишком много, даже у этого соло-левелинга вышло сколько там глав 90, и поверь мне, если для серии 90 это дофига, то вот для глав это не так уж и много, ты все изи прочитаешь за несколько часов. Поэтому наверняка тебе захочется прочекать что-нибудь еще. И сразу для переходика я могу тебе посоветовать расхитителя гробниц, ранкера, который живет во второй раз, легендарный лунный скульптор, воина скелета, который не смог удержать подземелье, может быть, перерождение игрока, если ты готов почитать китайскую срань, и охотника-любителя. Они все очень похожи по своему стилю на поднятие уровня в одиночку, вот только подводят нас к немножко другому сеттингу. Перерождение. Да, конечно, каждый подросток хотел бы получить себе невероятную силу и начать нагибать, но знаешь, что было бы еще круче? Если бы ты получил невероятную силу, всех нагнул, а затем переродился со всеми своими знаниями и начал становиться невероятный имбой с самого детства. Я пока не знаю, как этот жанр можно прозвать, но для краткости перерождение. И это просто невероятно офигенный сеттинг. Я прочитал, наверное, уже штук 50 историй с точно такой же завязкой, но он, скотина, каждый раз не надоедает, его все время интересно видеть. И вот сюда уже вступают. Магия вернувшегося должна быть особенной. Я король волшебника, инкарнацию ученого, начало после конца, демон задом наперед, во всеоружии, рождение сильнейшего мастера, непобедимый бессмертный, мукьян дарк леди. И список, нет, нельзя продолжать, на самом деле их не так уж и много, как хотелось бы, я бы, ей-богу, еще сотню таких же историй прочитал. Сам по себе такой сеттинг открывает просто невероятных масштабов раздолья для интересного сюжета, в котором главный герой будет имбалансным, но при этом нескучным. Знаешь, не все могут быть такими гениями, как Ван, и создавать суперсильных персонажей, которые при этом не будут портить всю историю. Но такой вот обходной путь помогает достигнуть чего-то схожего, при этом тебе совсем не обязательно быть великим гением и знаешь, ну, знаешь, что такое Ванда. Казалось бы, когда главный герой знает весь сюжет наперед, неужели это не становится скучно? Там ведь просто будут постоянные рояли и все. Ну, да, да, относительно. Но мы получаем уверенного в себе главного героя, который знает, что он делает, вместо какого-то дурацкого школьника в высекайном мире. На мой взгляд, это куда лучше. А знаешь, знаешь, что самое забавное? Такой сюжет заходит не только для сёнэнов или направленных на парней тайтлов. Есть еще и куча сёдзи и дзюсэй тайтлов с точно таким же премисом. Однажды я стала дочерью короля, однажды я стала принцессой, мне сказали, что я переродилась принцессой, королева со скальпелем, адонис, жить в качестве жены императора, леди-малышка, я дитя этого дома, невеста герцога по контракту, правосудие женщины-злодейки и то, что лично мне очень понравилось, свет и тень, рекомендую классная штука. Это поистине рождение нового жанра, который интересен всем от мала до велика, любому полу и любому потолку. Он игнорирует различия и объединяет людей со всего мира. Я знаю, я знаю, что я несу какую-то чушь. Просто для меня это было действительно большим открытием. И, честно говоря, если ты за этим не следишь, ты, знаешь, кое-что упускаешь в своей жизни. Может быть, каждый из этих сеттингов сам по себе примерно одинаковый, но у каждой из историй, которую я перечислил в этом видео, разный мир, разные персонажи, разное развитие. Это как получить сотню интересных историй с одинаковым стартом. Каждый автор будет по-своему его развивать. И в этом, мать его, гениальность такой завязки, что ее можно развить, куда тебе захочется. И выстроить такой сюжет, который тебе понравится, за главным героем, который не обязательно будет унылым школьником-нытиком, который у нас стал популярным за последние 20 лет поп-меди. Остается только ждать того момента, когда манга подхватит эту тему и начнут появляться новые аниме с такими жанрами. Хотя ждать осталось совсем недолго, да и вообще-то уже и не нужно ждать, потому что прямо в этом осеннем сезоне этого года выходит аниме «Книжный червь. Что-то там». И оно практически про ровно такой же сеттинг, где взрослый человек перерождается в ребенка. Хотя тут все равно иссякайная направленность, но куда уж мы без этого. А что еще забавнее, у китайцев есть свой взгляд на эту реинкарнацию. Это прям целая отдельная тема. Практически каждый мир одинаковый. Практически все силы одинаковые. Культивация. Пау. Дянь-дянь. Пау. Я выкручиваю свой ци на максимум и превосхожу свои пределы. Паааа. Это просто невероятно. Из того, что я насоветовал, это типа божественного меча хаоса, рождение сильнейшего мастера, непобедимый бессмертный. Ой, а сколько там манихуей на одну и ту же тему. Это реально просто великолепно. Каждый раз ты как будто открываешь ту же самую историю и читаешь ее снова. И скотина, тебе все равно интересно, потому что это офигенно интересный сеттинг. Не важно, что там какая-то чушь происходит, что персонажи какие-то хрень несут, сюжет какой-то дикий. Логика, кому она нужна? Дянь-тань, сука, дянь-тань. Есть такая поговорка, настолько плохо, что даже хорошо. Ну так вот, китайская манхва про перерождение, это настолько плохо, что даже хорошо, что даже плохо, что даже хорошо. Если тебе нравится One Punch Man, как и мне, ты прочекал поднятие уровня в одиночку и такой, в общем-то вполне даже неплохо, а может быть, может быть и хорошо. Тебе определенно стоит зачекать все, что я назвал в этом видео, хотя бы попробовать прочитать. Поверь уж мне, человеку, который за несколько лет просмотра аниме ни разу не прикасался к манхве, и тут внезапно ушел в нее с головой на два месяца. Это стоит того, чтобы это прочитать. Тот факт, что даже китайская манхва смогла меня заинтересовать при помощи такой вот завязочки, говорит очень-очень о многом, потому что, поверь мне, я не очень большой фанат китайских работ. Короче, ладно, сколько я там уже пять раз одно и то же повторил разными словами, это я умею. Ты же здесь для того, чтобы послушать какие-нибудь рекомендации, да, я уже кое-что назвал, но давай еще вкину манхвы, которая не относится напрямую к вот этим вот реинкарнациям и имбалансным персонажам, ну, может быть, немного. Посоветую прочитать без какого-либо порядка, просто так. Игрок, неординарное, милый дом, ублюдок, может быть, лавка убийцы, очень-очень так может быть, но лучше не стоит богатейшего игрока. И также прям то, что сто процентов стоит заценить, это безупречный отец, элисет и плацебо подозрительного вида. Это просто шедевральные истории, если ты читаешь манхву и не читал этого, ты очень многое пропустил. Я назвал здесь довольно много работ, но вообще у меня есть и другие примеры из манихуи и манги, которые я просто не захотел запихивать в это видео, потому что оно было про манхву. Если тебе понравится или если тебе будет интересно и мне будет интересно, может быть, я сделаю видосы про них. Ну, а пока спасибо, Байнов Павел, Снитков, Лакросс и Спартаник за поддержку на Патреоне. Благодаря вам я могу позволить себе делать такие вот видео, которые не наберут просмотров, но которые было бы интересно сделать мне и о чем мне было бы интересно рассказать своим зрителям. Обещал для тебя Диггл, до новых встреч. Диггл, до новых встреч.